Кто к нам дозвонился? Мэдисон? Дайте Мэдисона в эфир. Мэдди? Да, да, вы у меня висите, поэтому я хочу знать, я говорю сейчас. Да, да, мы тебя... Мэдди, ты стал со временем говорить голосом прокурора, я хочу знать. Да, ты висишь у нас. Да, все, все, просто отлично. Я видел выпуск Минаев Лайф, где сидел 100-500 и человек, который за него разговаривает. И вот мое совершенно независимое, так сказать, мнение, на которое не влияет абсолютно ничего, то были просто ужасающие долбоебые дегенераты. И ребята, которые сидят сегодня у тебя в студии на их фоне, они, в принципе, такие же долбоебые дегенераты, но я знаю, что они хорошие на самом деле, очень умные ребята. И я очень рад, что сайт «Спасибо, Ева», так сказать, прогрессирует с каждым днем, рождает какие-то новые креативы, иногда очень удачные, иногда какие-то политические, которые меня дико раздражают. Но, тем не менее, я хочу сказать, что, Юр, я больше не буду пьянствовать, трахать шлюх под кокаином. Верни меня, пожалуйста, на свой ресурс, пожалуйста. После такого нет. А ты выгнал Мэда? Да нет, ты что? Ну, честное слово, я кончил, был хайден, правда. В прямом эфире я согласен. Спасибо. Возвращайся. Мальчики, подождите, еще рано сосать друг другу концы. Мэтт, скажи, пожалуйста, а что ты сейчас делаешь? Я очень давно не видел твоего кода. Он бухает прямо сейчас. Я бухаю. Я действительно отдыхаю, и я надеюсь, что Усачев спиздит эту бутылку вискаря или бурбона, или что-то, а там и приедет ко мне через час, через полчаса. Попроси у Бога. Усачев няшка. Усачев, безусловно, но он гей. Ну да, окей, Мэтт, послушай, это неправда. Мэтт, спасибо, Кэп. Вот так мы тебе сейчас ответим. Вихлянцев это от глагола вихлять жопой. Попиком. Мэтт, ты крутой все-таки, Мэтт. Да, да, да. Знаешь, мы заскучали без твоих каких-то шедевральных вещей. У нас есть новый гость, так понимаю, в новой программе. Да, Мэтт, ты обязательно здесь, конечно, появишься. Хорошо, но мне сначала надо все-таки, я думаю, стать снова популярным, и ради этого я выхожу замуж за Валерия Леонтьева. Ну это хороший ход, а то ты действительно стал кем-то умным, говнецом. Конечно, безусловно. Вот все-таки талантливые парни. Но ты сделал уже депиляцию ягодицы и живота? Я начал с отбеливания ануса, как, собственно говоря, и кумир. А. Из которого, да. Все-таки приятно говорить человеком, который разбирается. Безусловно. Причем моя фамилия не в ехлянцах, а я все равно разбираюсь в попингах. А как, твоя фамилия тоже какая-нибудь уебищная, наверное? Да, вообще пиздец уебищная, а я еще и еврей. Фу, какая гадость, господи, боже мой. Я не смог даже тогда позвонить в эфир 100 500 и сказать, что он дикий, конечно, мудак, прыщавый, потому что я, например, в Израиле был в этот момент. Мэтт, ну ладно, возвращайся как бы на большую арену. Я не понимаю, почему все смеются, но ладно. Я просто абсолютно серьезен и как бы, да. Ну, Мэтт, ну так ты знаешь, у нас как бы, как у собак Павлова, когда тебя показывают по ящику, надо смеяться, потому что ты наверняка делаешь что-то прикольное. Да, если бы у меня был вискарь, я бы тоже смеялся, это правда. Ну, пока ты заработал себе только напивок. Ну, через час Руслан Няшко-Усачев привезет тебе. Четверть бутылки. Вискарька. Спасибо, я буду ждать. Спасибо, Илюх. И сок. Слушайте, про отбеливание ануса я сейчас расскажу шикарно. Значит, я уверен.